Здравствуйте, уважаемые подписчики, слушатели и гости аудио-видеоблога врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение глав из работы знаменитого, известного советского психолога Петра Петровича Блонского «Психологические очерки», напечатано в рамках библиотеки Вестника Просвещения в Москве в 1927 году. В этом последнем аудиоролике я заканчиваю читать главы, посвященные спящей жизни. И в этом аудио-видео отрезке я зачитаю последние подглавы из этой большой главы, посвященной спящей жизни. Так Блонский и обозначает спящая жизнь. Здесь пойдет речь о языке и содержании сновидений, поведении во время сновидений и эмоциональный тип. Вот так оно озаглавлено. А следующее, ну, скажем так, одна треть этой книжки, содержание, одна треть содержания этой книжки будет посвящено общей главе «Вполне бодрствующая жизнь». И чтение глав или подглав из этой большой главы «Вполне бодрствующая жизнь» я буду зачитывать вам позже. А сейчас последние три подглавы – большой главы «Спящая жизнь». Итак, содержание сновидений. Четырехлетняя девочка рассказывает сны. Дедушка был у нас. Или я видела кроватку деревянную. Накануне она действительно видела своего дедушку, а ее отец сделал деревянную кровать для куклы. Сновидение повторило действительность. Другая девочка говорит «Я играла с Галей. Радик был у нас и Валя. Все это ее любимые товарищи. Сновидение повторяет приятную действительность». Отец девочки уехал. И она много раз высказывала желание возврата его. В результате сон мы с мамой ходили и купили мне башмаки. И еще купили другого папу. Семилетняя девочка живет в плохом общежитии. Мать ее часто успокаивает, что скоро у них будет лучшая комната. И девочке снится сон. Мы жили в деревне. У нас раньше была деревня плохая. Нам не понравилось там. Мы переехали на другую деревню. Там досок принесли. Все состроили хорошие стульчики, стол, огород, плиту. Все-все. Кухня, умывальник. Там раньше ничего не было. Дом состроили, уборную. И вот мы там жили. Здесь ясно, что сон – это желание. Девочка взята за недостатком средств из детсада и тоскует. Ее сон. Я видела во сне, что мой папа был ленин. Он отдал меня в детский сад. Он пришел в детский сад и сказал. Клаве – это подруги по саду. Бантики носят буржуйские дети. Таким образом, детские сны – обыкновенно. Или сны – желание. Или сны – повторение действительности. Причем последние, кажется, преобладает у маленьких детей. Вот ссылка. Примеры приведены из собранных товарищей Сергеевой. 60 снов 4-летних детей систематически записывались 2,5 месяца. Причем примеры охватывают все наблюдавшиеся типы снов. Чтобы понять детские сновидения, не надо анализа и незачем пользоваться особой техникой для их исследования. Не надо и расспрашивать ребенка, рассказывающего свои сновидения. Достаточно дополнить сновидения незначительными биографическими данными из жизни ребенка. Всегда удается найти переживание предыдущего дня, объясняющее нам сновидение. Сновидение является реакцией душевной жизни на это дневное переживание, оставившее после себя чувство сожаления, тоски, неисполненного желания. Сновидение приносит прямое, незамаскированное исполнение этого желания. Ну, вот ссылка. Фройд лекции по введению в психоанализ. Выпуск 1, 1922 год, страница 131. Сновидение взрослых, конечно, несравненно сложнее. Ризолло на основании ста снов делит их на следующие категории. Первое. Все целы или частично вызваны внешними силами, стимулами. Второе. Переносящие события периода бодрствования. Третье. Представляющие собой простые желания. Четвертое. Подавленные желания. Пятое. Половые желания. Шестое. Вызванные мускульными движениями. Седьмое. Выключающие корковую деятельность. И восьмое. Абсурдные. Ничтожный процент. Значит, вот тут опять ссылка. Ризолло. Эштуди или штади оф сто консексуэли ревьюдет дремс. Дремс. В американском журнале о психологии. То есть, изучение ста, ста, значит, описанных снов. Напечатано в американском журнале психологии в 1924 году. Распе. Унтерзухунген юба киндертройме. Значит, исследование детских сновидений. Напечатано в журнале для педагогической психологии в 1925 году. Это на немецком языке. На основании 533 ребят в возрасте 8-15 лет нашел, что наиболее часты сны – желания и сны – преследования, а также несчастные случаи. 72% снов неприятны. Особенно часто в этом возрасте снятся члены семьи и животные. Продолжаю чтение. Это грубо-эмпирическая классификация. Хороша, однако, тем, что она перечисляет все элементы, входящие в сновидение. Основные элементы – связь с событиями, бодрствующей жизни, с внешними достаточно сильными стимулами во время сна и желаниями. Сегодня мне приснился сон. Сначала мне приснилось крыльцо того дома, где я провел детство. На крыльце стоял мой заместитель по заведованию школы, а по крыльцу и лестнице, ведущей на второй этаж, бежали гурьбой старшие ученики школы. Затем, как часто бывает во сне, произошла мгновенная смена сцены. Я нахожусь в какой-то комнате, где какая-то женщина распределяет билетики, похожие на лотерейные. Эта женщина говорит мне, что наша школа в числе десяти получает приз за ведение горячих завтраков. Правда, она еще не проверила это, и на днях пришлют контрольную комиссию. Я с колебанием беру билетики. Вдруг комиссия найдет беспорядок в школе, и я окажусь обманщиком. Во время этого разговора на заднем фоне присутствовала неясная фигура одного знакомого педагога. Весь этот сон связан с бодрствующей жизнью. Вчера вечером я разговаривал со своим заместителем о беспорядке, произведенном старшими учениками. Весь вчерашний день под влиянием письма матери я много думал о доме, где провел детство. Всего только четыре дня, как школа вела горячие завтраки, чем мы очень гордились. Этого педагога часто противопоставляет мне. Общая мысль сновидения ясна. Наша школа не организована, но... Второе. Ее заслуга – ведение завтраков, чем я затмил того педагога. Этот сон представляет меня в плохом виде, честолюбцем. В моей бодрствующей жизни честолюбие, кажется, не является чертой моего характера, хотя, вероятно, зародыш его есть. Во сне я оказался хуже, точнее распущеннее, без социально-моральных задержек, сновидения функция более примитивного мозга и потому обнаруживает более безудержные желания. 32-летний артельщик приходит на прием с жалобами на сильные головные боли и большое возбуждение. Соматический не обнаружил ничего особенного. Соматического лечения совершенно бесплодно. Психических причин, по-видимому, нет. На вопрос, часто ли видит живые сны, отвечает, что как раз недавно видел такой сон. Он раньше был матросом на южноамериканских рейсах. Так вот, недавно ему приснилось, что он стоит на палубе корабля, Поймал большую рыбу и отрубил голову этому животному величиной человека. Затем он с удовольствием рылся в отсеченной голове. Вдруг голова сделалась человеческой головой. На вопрос, указать, на кого же похожа эта голова, он смутился, покраснел и произнес с явным сопротивлением слова. «Простите, доктор, это голова кассира». Он знал, что кассир мне знаком, восклицательный знак. На мой вопрос, много ли неприятностей пережил он от последнего. Он затевает длинный рассказ о придирках этого начальника и вдруг заявляет, что головные боли наступили в первый раз после того, как он имел особенно горячее объяснение с кассиром. Ссылка. Ссылка дается на немецком языке. «Психофизическая метода лечения». «Методы лечения. Мор. 1925 год». Ясно, что сон имеет содержание, желание вернуться к прежней деятельности и убить кассира из лифьяров на его трупе. 32-я подглава «Поведение во время сновидений». Море, Вунд, Вейгант и другие усматривали в сновидении главным образом влияние действующих во время сна внешних стимулов. Эксперименты Вольда подтверждают это. Вот ссылка, 84. «Море, сон и сновидения». У меня есть эта книга. Возможно, я ее сумею зачитать. Человек с болями в коленях видит сон, что он ползет на коленях. Человек, спящий в перчатках, видит во сне, что он в перчатках, или что его рука невидима, или что пальцы стали короче. Звон колоколов отражается в набате. Многие болезни, еще незамечаемые в бодрствующем состоянии, дают себя знать в снах. Но сновидение – менее всего копия действительности. Прежде всего, вероятно, очень высок порог раздражения, и поэтому из действительности действуют только немногие стимулы, но и даже действующие стимулы действуют в высшей степени неотчетливо. Сновидение спутывает. Эта спутанность есть, возможно, результат несравненно более грубой деятельности анализаторов, которые в сонном состоянии становятся гораздо менее совершенными, а также результат большой расплывчатости – возбужение. В сновидениях на первый план выступает ассоциирование, так что, собственно говоря, фигурирует не самый стимул, а то, что он напоминает. При этом ассоциации по своему содержанию очень примитивны. Этим объясняется, почему ряд исследователей не без успеха ищет в сновидениях детских или первобытных содержаний ассоциаций. Не надо забывать, что стимул переводится на язык зрительных образов, которые по статистике хакера фигурируют 93% сновидений. Вот ссылка, 85-я. Значит, хакер – систематическое наблюдение за сновидениями, напечатано в архиве для психологии за 1911 год. Сравни Кёллер там же. В 1912 году сопоставление результатов этих двух работ представляет большой научный интерес в смысле сравнений, особенностей сновидений во время сильного и слабого сна. Так, продолжаем чтение. Безусловно, заслуживает внимания мысль Маккарди, что сновидения бывают различных уровней. Вот ссылка Маккарди. О страшных снах. Смотри статью Колартиса в архиве психологии. Если изложенное в сексе верно, тогда понимание снов далеко не так просто, как понимает Фройд. Сексуальные желания и Адлер. Стремление к мощи. Обыкновенная техника. Расшифровывание сна такова. Первое. По пробужении испытуемость записывает, что помнит. По возможности, не меняя позы. Во время сеанса лежит в позе максимально близко к спящей, и экспериментатор, читая фразу за фразой из записи, просит говорить все, что приходит в голову. Подобная свободная ассоциация будто бы вскрывает сон. Предполагают, что сновидение идет как свободная ассоциация, то есть независимая, непрерываемая от внешних стимулов. Сновидение более глубокого сна отличается от сновидений более слабого сна. По-видимому, в последних к образам присоединяется больший процент мыслей, и больше выступает критика и рассуждение, меньше странности, абсурдов и тому подобное. Возможно, что легко запоминаемые сны принадлежат именно к высокому уровню. Хотя эмоциональность, внушаемость и эйгетизм, а также спутанность, то есть грубость анализаторов и расплывчатость ассоциаций, явление одного и того же, как мы предполагаем, преимущественно подкоркового уровня, однако их нельзя считать все же стоящими на одном уровне. Уже то обстоятельство, что при маниакально-депрессивном помешательстве, когда мы имеем интенсивную эмоциональную жизнь, галлюцинации редки, подтверждает это. С другой стороны, при шизофрении, когда больной погружен в ступор, и у него нет мыслей и нет чувств, галлюцинации очень обильны. Да и у обычного человека сновидения и грезы связаны скорее с акинезом, то есть с обедвиживанием. На основании этого можно сделать предположение. Кроме рассуждающих снов, надо, может быть, различать эмоциональные и неэмоциональные сны. Эмоциональные сны, в свою очередь, делятся на радостные сны. Маниакального типа, более высокого уровня, легко расшифровываемые, как осуществление желаний, и, обычно, более частые. Страшные и депрессивные сны, менее высокого уровня, расшифровываемые, вероятно, как сны желания типа предотвращения нежелаемого, и депрессивные типа желаний, табу, запретных желаний, например, сексуальных. Наконец, неэмоциональные сны, более низкого уровня, по нашим наблюдениям, самые яркие, в свою очередь, предположительно, можно разделить их на две группы. Одна группа – сны шизофренического типа, другая, самая примитивная, сны типа безумия, аменция. Последние сны характеризуются яркими образами, спутанностью и максимальной забываемостью. Чем эмоциональнее сон, то есть, чем выше он по своему уровню, тем больше запоминается он, чем меньше сравнительно беспаминства и тем более сильно, может быть, выступает момент желания сравнительно с моментом пассивности. Конечно, все это только догадки, основанные на предположении Макгарди, но, во всяком случае, ясно, что нельзя трактовать проблему сновидений и галлюцинаций суммарно. Глубокий сон без сновидений наиболее примитивное и наиболее пассивное состояние. Сновидение, гипноз, внушаемость и эмоциональность возможны последовательные стадии постепенного развития бодрствующей жизни, все же подкоркового типа. Но пробужение жизни, как это доказывалось во второй главе, есть пробужение неудовлетворенности, потребности и стремлений. Этот активный момент стремлений выступает даже в таком примитивном явлении, как сновидение. Снемыслию, что сны связаны с стремлением и жизненными интересами, легко освоиться, если мы обратим внимание, что сны наиву, то есть грезы, уже явно и бесспорно являются ничем иным, как мысленным осуществлением наших заветных желаний. Характерно, что мы видим сновидение во сне, то есть когда мы наиболее примитивны и бессильны. Характерно, что мы фантастичны и эйдетики в детстве, то есть когда наиболее примитивны и слабы. Наконец, самые яркие галлюцинации бывают в безумии, психозе, истощении. Как внушаемость свойства примитивных и наиболее слабых людей, так вероятно и фантастичность, она удел примитивного мозга и сравнительного бессилия. Когда мы бессильны, тогда преимущественно мы грезим и мечтаем и тогда легче всего подаемся внушению. Возможно, что это один из корней возникновения религии, продукта примитивного и слабого, внушаемого и эйдетичного человечества. Недаром кажется, более всего видят сны и грезят больные, дети, наркоманы, узники, голодные и испытывающие жажду. Последняя подглава в спящей жизни эмоциональный тип. Дюпре принадлежит заслуга установления так называемой эмоциональной конституции. Он характеризует ее следующими физическими признаками. Первое. Диффузная живость сухожильных, кожных и зрачковых рефлексов. Второе. Гиперэстезия, сопровождаемая живыми, длительными склонами к распространению реакциями, преимущественно мимическими и речевыми. Третье. Склонность к спазмам гладкой мускулатуры и всевозможного рода дрожания поперечно-полосатых мускулов. Четвертое. недостаточность моторной задержки, склонность к моторному бессилию, подкашивание ног, анемения, расслабление сфинктеров и тому подобное. Пятое. Неуравновешенное кровообращение, сердцебиение, неустойчивость пульса, попеременное расширение и сужение периферических сосудов, дермографизм. Шестой. Термическая неуравновешенность, смена озноба и жара, чаще всего в конечностях. Седьмое. Неуравновешенная деятельность желез, потовых, слюных, слезных, желудочно-кишечных, мочеполовых, желчных. Надо признать, что это физическая характеристика эмоционального типа очень удачно. Ну, вот так. Тут ссылка на этого автора, на Дюпре, напубликована во французском журнале в 1925 году. В области поведения эмоциональный тип характеризуется следующими признаками. Первое. Сильный телесный резонанс от внешних стимулов. Второе. Сильное преобладание чувств над рассуждением. Третье. Склонность к аффектам. Четвертое. Сильная внушаемость. Пятое. Склонность к ошибкам вследствие слабости развлечения и пользования привычными ассоциациями. Шестое. Эйдетизм и фантазерство. Седьмое. Плохо развитое внимание. Восьмое. Несовершенство в приобретении условных рефлексов. Девятое. Преобладание автоматических и инстинктивных движений над движениями, вызываемыми мыслями и приобретенными специализированными движениями. И десятое. Примитивный тип мышления или болтливость. Вот такая первая статья «Спящая жизнь». То есть первая глава. Ну, а последняя глава «Полне бодрствующая жизнь». Вот я ее начну зачитывать в следующий раз. Вот. Могу даже перечислить, что там. мы о чем будет идти речь. Значит, «Вполне бодрствующая жизнь». Двоеточие. Бодрствование, внимание и страх. Следующее. Расширение унаследованного поведения. Следующее. Привычки. Следующее. Принцип ассоциаций. Следующее. Подглава ум. Следующее. Развитие целевого поведения. труд. Следующее. Психология, физиология и социология. Следующее. Классификация бреда по содержанию. Следующее. Эгоцентризм бреда. Следующее. Бредвеличие, преследование и уничижение. Следующее. Классификация бреда по степени стойкости. Следующее. Бред и чувства. Следующие. Типы мышления. Следующее. примитивное мышление, следующее мышление интерес, следующее мышление слабого человека и проект схемы общей характеристики поведения. На этом чтение книги психолога советского Петра Петровича Блонского будет завершено. Книга называется «Психологические очерки». Напечатана в рамках библиотеки Вестника Просвещения в Москве в 1927 году. Итак, я, доктор Жорж Горбатов, на этом завершаю чтение этих глав, вернее подглав, трёх подглав из книги психолога Блонского. Сегодня у нас 30 мая 2022 года, местное время 21 час 18 минут, Киевская и Московская 22 часа 18 минут. Итак, спасибо и до свидания.